Всем привет! Это Фонтанка Офис. Удобно ли вы сидите на своем рабочем месте? Если да, то вполне возможно, прогресс уже идет за вами. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня в нашей студии директор по северо-западу рекрутингового портала HeadHunter Юлия Сахарова. Юлия, здравствуйте. Добрый день. Правда ли профессии вымирают, как динозавры? И кто в первую очередь? Происходит, например, то же самое, как с введением конвейера Генри Фордом, когда рабочие потребовались в меньшей степени и был введен конвейер. Скорее всего, будут погибать все профессии, чьи процессы можно автоматизировать. То есть бухгалтеры, юрисконсульты, рядовые, экскурсоводы, системные администраторы, логисты, турагенты. А из рабочих специальностей очень хороший пример с операторами колл-центров. Потому что если это была популярная особенно для молодежи специальность, то сейчас робот может обзвонить 10 тысяч человек за полчаса. Ну что ж, судя по всему, некоторая надежда все-таки есть. Ряд специальностей уходит в прошлое, но им на смену приходят новые. Что это за такие работы с такими странными и забавными, наверное, с точки зрения старого человека названиями? Есть забавные названия. Вот, например, «Атлас новых профессий» Сколкова, который разработал, приводит в пример такие, как «Куратор информационной безопасности», «Менеджер смыслового поля», «Медиаполицейский», «Разработчик медиапрограмм», «Инфостилисты», «Творческие профессии». «Менеджер смыслового поля» — это вот кто? Ну, скорее, потому что это человек, который будет отвечать за формирование общей картины мира, как из пазлов составлять некий смысловой контент и предоставлять его пользователям. Такой вот культурный сомелье. То есть, как в наше время стилист подбирает прическу персонально, то... А в будущем кто-то сможет помогать подбирать контент под запросы каждого конкретного пользователя. Потрясающе. Кто-то ведь доверится такому человеку. А про «Медиаполицейского» вам не понравилось? Понравилось, но это там какая-то угроза есть в самом названии. Это что значит? Ну, отчасти эти функции сейчас занимаются ими Роскомнадзор, Лига безопасного интернета, но в будущем, скорее всего, будут автоматизированы эти функции, тоже алгоритмы простроены, чтобы вычищать информацию, которая нелегитимна, и формировать пространство такое легитимное, опять-таки. То есть он будет ходить по соцсетям и смотреть, да, как караульный по колодку в прежние годы? В том числе, как один из вариантов. Ну и кроме того, все профессии связаны с IT, с технологизацией, с автоматизацией, с мобилизацией всего, что происходит. То есть все рабочие процессы, которые можно перевести в цифру, от разговоров или бухгалтерских проводок, от всех типовых монотонных, рутинных операций, все они будут проходить через путь, этап автоматизации. Поэтому если вот работа у человека может быть переведена на программное запечение, это риски для вот профессии. Вот удивительно, а что объединяет те профессии, которые приходят на смену? То есть какие качества в себе надо взращивать или как-то искать, чтобы не остаться без работы и, возможно, перескочить вовремя в другой пояс? Я бы, знаете, хотела сейчас ввести такой позитивный момент, чтобы люди не пугались, потому что есть техническое образование, технические специальности, айтишные. Сюда же я немножко отношу. Есть гуманитарные, экономические, общие, гуманитарные, есть, естественно, научные. Вообще, если базово получать в высшее образование есть хоть какая-то способность к нему, то хорошо получать математическое, техническое образование – это хороший фундамент для любой другой надстройки совершенно. И больше довольны люди, которые закончили техническое образование, свои карьеры и тем образованием, которое они получили. Но если человек склонен к гуманитарке, ему тяжело с цифрами, он любит культуру, искусство, медиа и всё прочее. Модерировать смысловый контент. Пусть идёт, но всем профессиям придётся добавлять и учиться постоянно всё, что связано с IT-технологиями. То есть учиться работать с программным обеспечением, использовать все новые быстро появляющиеся интернет и информационные технологии для того, чтобы свою профессию делать всё более современной и более гибкой и быстрой. То есть профессию программиста хоронить пока рано? Все говорят, что из года в год, говорят, ну программисты, их так много, их так много, и каждый год их плодится, извините, ещё больше выходят они из стен учебных заведений. Рано хоронить любую профессию, если человек любит своё дело, если он искренне увлечён темой, которую он развивает. Но я ещё раз подчеркну, помимо совершенствования в своей профессии, пусть даже она кажется неперспективной на рынке труда, и человек и может заменить робот. Но если вы будете профессионалом и добавите к этому ещё использование всех технологий, которые быстро, лавинообразно появляются, то шансы быть востребованным специалистом чрезвычайно высоки. Компьютеры, компьютеры – наше всё. Да говорят программисты, которые заменят робота, по крайней мере, по рутинным операциям и автотестирование уже разработано, автомодерация уже разработана. Ну что ж, там вот сказали, что журналистов заменят роботы. Роботы пишут тексты, как вы знаете. Они лайкаются с той же интенсивностью. Когда они научатся так же задорно сидеть за столом в петличке и рассказывать о том, что сегодня вас ждёт, я тоже буду напрягаться. Венера вас не заменить. Спасибо. Ну что ж, всем остальным советуем немножко собраться, посмотреть вокруг себя и, возможно, поучиться. И постоянно учиться. Да, поучиться чему-нибудь полезному. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»